Привет! Это мое видео номер 5 и сегодня я хочу сделать видео на очень важную и полезную тему, как мне кажется, как правильно создать свой профайл на... Господи, английские слова смешиваются с русскими... на сайте знакомств. Я извиняюсь. Как правильно создать свой профайл на сайте знакомств. Я продолжаю еще изучать вообще эту всю систему ютуба, видеозаписи. Надеюсь, что мой звук сейчас хороший и вы сможете меня хорошо слышать, хорошо видеть. Что мне кажется самым главным при создании своего профайла, своей страницы на сайтах. Самое главное, одно из самых главных являются именно ваши фотографии. Я очень настоятельно прошу всех девочек, которые создают свои профайлы, не использовать фотографии, где огромное количество фотошопа. Я думаю, вы меня каждая понимаете. Когда есть вот фотошоп в умеренных количествах и мы просто вот немножечко лучше выглядим, там может быть кожа у нас более гладкая или еще что-то. Ну, скажем так, когда это идет в умеренных количествах фотошоп, конечно, такие фотографии допустимы. Но опять-таки, даже вот фотографии, которые обычные, вот наши сами обычные, с телефона, не надо никаких специальных нанимать для этого фотографов, устраивать какие-то фотосессии. То есть мужчины, которые ищут себе пару, которые хотят познакомиться с женщинами из других стран. И они, конечно, в первую очередь обращают внимание на сайты вот с такими обычными жизненными правдивыми фотографиями. Они у них вызывают гораздо больше доверия. Также еще является одним из важных факторов то, что мужчины порой, они немного не то, что стеснительны, может быть, в чем-то закомплексованы, когда они видят вот действительно такую женщину, от которой просто захватывает дыхание, да, вот у них. И они даже сами боятся написать такой женщине, потому что они видят и думают, что эта женщина не обратит на меня внимания. Они не хотят испытать вот это чувство, такое, знаете, как нехорошее чувство, нехороший осадок, когда если он вам напишет и не получит в ответ от вас. И тогда, конечно, они предпочитают к таким девушкам не писать вообще, да. И я также сталкивалась, я видела вот девочки, которой я вот тоже помогала. Она, действительно, у нее были фотографии, на которых она просто вот злоупотребляла прям фотошопом. И даже вот я, хорошо ее зная, я понимала, что даже я ее на этих фотографиях не узнаю. Соответственно, когда мужчина, если ему понравятся вот ваши фотографии, начиная общаться с вами, он уже представляет вот такой вот некий образ, который он уже увидел вот на фотографиях, да, на одной фотографии, на другой. И он уже вот вас представляет именно вот в таком образе. И когда потом из, скажем так, фотографии жгучей брюнетки уже в скайп с ним выходит общаться блондинка, конечно, ему это вызывает тоже у него какой-то дискомфорт, недоверие. И, собственно, это уже у мужчины такой вот негативный осадок появляется. И, возможно, вот какое-то чувство как лжи. И, конечно, никому это не понравится. И это почему я прошу, вот создавая свои сайты, использовать фотографии, вот свои последние, хорошие, удачные фотографии. Когда я, например, создавала свой сайт, то многие мои фотографии там были, просто моя подружка меня фотографировала. И даже вот мы с ней просто гуляем вот у нас там по району. Я родом с Днепропетровской. И я ее просто, слушай, мне нужна новая фотка на мой сайт, типа, ну, сфоткай меня. И вот я вот как была, вот в джинсах, там в футболке, просто там присела на этой игровой площадке. То есть такая самая обычная, хорошая, качественная фотография вот с такой вот обычной жизни. И, собственно, я считаю, что вот такая вот реалистичность, она очень важна. То есть вот фотографии, это, конечно, самый такой пункт номер один в оформлении вашего сайта. Нет надобности, опять-таки, нанимать профессионального фотографа, обрабатывать фотошопить ваши фотографии. Старайтесь выглядеть там как можно более реалистичней. И тогда, мне кажется, гораздо больше шансов встретить именно достойного, правильного человека, который тоже вот ищет в силу каких-то своих критериев, да, там женщину из другой страны, возможно, с Украины, там с России, не знаю. В общем, нас оттуда, вот с постсоветского союза. Следующий момент. В создании профайла очень важно ваше личное описание. Конечно, желательно, чтобы описание это было составлено на английском языке. Или если у вас, например, есть какие-то вот приоритеты, скажем так, вы больше вот смотрите там в сторону Франции, или у вас знание французского лучше. Конечно, да, выбирайте уже сами, на каком сайте, на каком языке вам проще написать, сделать, создать свой профайл. Мне просто кажется, так как я свой профайл создавала на английском языке, на тот момент, не зная английского, я попросила свою девочку, которая обучала меня английскому. Ей на тот момент было всего 16 лет. Но свою вот именно роль, да, она сыграла в том, что ее знания языка были гораздо лучше, правильнее. Ее грамматика была на хорошем уровне. Ее знание вообще языка, конечно, было на очень хорошем уровне. И она вот мне, я ее составила на русском, и она мне смогла это все подкорректировать и помочь мне заполнить уже на английском сайте. Я лично пользовалась вот сайтом F-Dating и Rosebrite. Я встречала мужчин, с которыми потом встречалась в личной жизни через сайт F-Dating. И своего мужа я уже потом встретила через сайт Rosebrite. Но с этим сайтом мне уже помогла здесь оформиться женщина, которая здесь проживала в Калифорнии, так как об этом сайте я сама лично на тот момент не знала. Кстати, вот еще один сайт мне посоветовали, Tender. Я тоже на нем не регистрировалась. Ничего сама лично за этот сайт сказать не могу. Но вот буквально недавно я пообщалась с девочкой, которая регистрировалась на этом сайте. И сейчас она уже здесь замужем. То есть изначально она, кстати, регистрировалась просто вот не с серьезными намерениями. В том плане, что ей хотелось, знаете, как... Хотелось опять флирта, вот этих вот чувств, эмоций. И она вот зарегистрировалась изначально вот с такой вот позиции. Просто, знаете, как развить опять-таки свое женское начало, начать получать комплименты, поднимать, вот знаете, свою самооценку, свою женственность вот в таком ключе. И, собственно, ее... Первая ее заинтересованность на этом сайте была вот именно вот с такой вот целью. Но она там потом познакомилась вот с мужчиной, с мужчиной с Америки. Они потом встретились. И, собственно, сейчас они уже проживают, как муж и жена здесь, на территории Америки. То есть какими бы намерениями вы не приходили на сайты, главное то, чтобы... Мне кажется, эти намерения вот именно там описать, озвучить, чтобы мужчина, он смог прочесть, увидеть, прочувствовать вот именно ваш интерес на этом сайте. Я на своем личном сайте, уже на втором, когда уже я, скажем так, впервые зарегистрировавшись на сайте F-Dating, я на тот момент изучала английский язык всего два месяца, может быть, два с половиной. И вот мне даже вот моя девочка, она мне сказала, что тебе нужно начать практиковать язык, тебе нужно начать общаться вот с иностранцами для того, чтобы начать понимать вот ихнюю речь, как они общаются, как вот они произносят эти слова. И, собственно, мы с ней подумали, я там попыталась зарегистрироваться на каком-то сайте, там, где идет просто общение, и вот потом она мне говорит, ну, зарегистрируйся, как бы на сайте знаком, говорит, там тоже можно найти просто общение, не обязательно, мол, там замуж выходить. Ну, собственно, я с этой целью, конечно, там и зарегистрировалась, и на своем вот первом профайле я не указывала, что там я на этом сайте пытаюсь встретить мужчину, пытаюсь встретить спутника жизни. У меня этого не было. Я там так и писала, что как бы у меня вот там новая, начинается как бы там новая жизнь, да, хочу вот, заинтересовалась изучением английского языка, хочу его попробовать практиковать, хочется встретить там новые знакомства. Ну, как бы главная моя цель, вот именно практика моего английского языка, то есть если кто-то заинтересован в общении, ну, в общем, такого плана я уже так детально не помню. Конечно, кому интересно, можно это будет все вспомнить, подумать, написать, как это правильно, красиво сделать. Собственно, вот сайт был именно вот такого плана, но опять-таки с обычными самыми фотографиями. Я там указывала, там есть вопросы, есть ли дети. Я указывала, я никогда не скрывала того факта, что у меня есть ребенок. И даже когда я начала общаться со своим мужем уже, до этого у меня были некоторые такие вот знакомства, которые вот казались бы на первый взгляд, которые могут стать серьезными, но заканчивалось все тем, что даже был такой вот вариант, когда мужчина спрашивал, готова ли я буду оставить ребенка вот с родителями, то есть помогать им материально, так как он не готов вообще, чтобы в семье был ребенок, что он не готов принять вот ребенка. Соответственно, такие отношения я сразу же закончила, сказала, что ребенок это часть моей жизни, и то есть пожелала ему всего хорошего, и встретить свою судьбу на сайте и все тому подобное. И то есть в разговоре, когда я вышла, кстати, в скайп, в первый скайп со своим мужем, я вот только, получается, пережила вот такой вот момент, что вот как бы оказалось, что знаете как отношения развиваются, ты тратишь на них какое-то свое время, которого у меня по большому счету не было, работала я каждый день, кроме воскресенья, порой было и даже в воскресенье выходила на работу, работа у меня была с 6 утра до 9 вечера, и найти вот это вот время для общения, тем более на английском языке, писать на английском языке, который для меня по большому счету новый, мне нужно было там уделять этому время, как бы у меня не было столько времени. И вот выйдя, кстати, в скайп с моим мужем, в самый первый скайп, я очень там торопилась, у меня было мало времени, я ему сказала, что на тот момент у меня уже сайт был переделан, я уже там описала, что я ищу пару, ищу человека, с которым мне будет легко идти по жизни, то есть что я понимаю, что отношения это все время, чтобы узнать друг друга, но вот изначальная моя цель, то есть не поехать посмотреть страну, не какие-то там достопримечательности увидеть в какой-либо стране, а вот именно то есть человеком, который разделяет мои взгляды на жизнь, который тоже хочет иметь крепкую, счастливую семью, да, или вот работать над отношениями, чтобы эта семья была. и собственно выйдя с ним вот в скайп, я ему сразу говорю, возможно я была не права, но во всяком случае в наших отношениях это сработало очень хорошо, я ему сразу же сказала, что если ты читал мой профайл, я действительно на этом сайте, чтобы познакомиться, чтобы создать крепкие отношения, я готова узнавать тебя больше, общаться, делиться как-то, но я хочу сразу сказать, что у меня есть ребенок, у меня есть сын, и если между нами вот получится вот эта вот связь, мы захотим быть вместе, то ребенок будет ехать со мной, я не из тех женщин, которые готовы оставить ребенка в Украине с родителями, а сама ехать и строить свою новую жизнь, то есть если ты готов, ну вот вообще к этому, да, вот факту тому, что вот в твоей будущей семье может быть вот ребенок не твой, то давай тогда общаться, давай развивать отношения, узнавать друг друга лучше, то есть я как бы к этому готова, но если нет, то нет, давай тогда лучше как бы вот разойдемся вот на такой вот, на нашем первом свидании. И уже потом он мне сказал, что зарегистрировавшись на сайте, конечно же он увидел много профайлов, много девушек, и вот именно наш первый разговор с ним зацепил его именно этим, что он увидел во мне не просто девушку, которая ищет возможности выезда в Америку, в США, да, так как он вот у меня американец, а он увидел человека, который имеет свои цели, имеет свои интересы, имеет свои какие-то, ну вот устойчивые взгляды на жизнь, и я не ищу просто возможность улучшить свою жизнь путем выезда в другую страну, путем того, что я там встречу мужа в другой стране, и которая просто вот как бы, ну вот воспользуется, да, вот этим вот своим шансом, то есть и вот именно для него это послужило таким вот главным моментом, и собственно мы потом завязали наши отношения, встретились с ним в реальной жизни, и уже конечно наши отношения тогда закрутились, мы оформляли все эти визы, мы с ним расходились, мы с ним долго не общались потом, мы потом опять с ним начали общаться, опять оформляли всю визу по новой, в общем процесс это долгий был, в нашем случае, я же говорю, у всех свои истории, когда-нибудь я расскажу вам детально мою историю, возможно вам будет это интересно и полезно узнать, и возможно вам мои видео будут также полезны, все мои видео о том, как создавать, как делать сайты, какие ошибки вот не допускать, но на данном моменте, вот на моменте создания сайта, это самых две главных, два главных пункта, это ваши фотографии, и описание вас, того, что вы ищете на этом сайте, какого мужчину вы ищете на этом сайте, если вы ищете вот мужчину, да, именно серьезные такие отношения, важно описать вот все вопросы, которые там задают, правдиво на них ответить, это действительно очень важный момент, на этом видео все, в следующих видео напишу, запишу, сделаю видео о том, как общаться, когда вы получили свои первые сообщения, как вообще искать вот именно мужчин на сайте, когда вы уже зарегистрировались, будем все темы разбирать вот так вот по порядку, и я думаю, просмотрев определенное количество моих видео, вы сделаете уже для себя какие-то выводы, вместе с вами мы начнем регистрироваться, вернее вы будете регистрироваться, да, учитывая то, что вы услышали уже с моих видео, и вам это получит создать такую вашу новую жизнь, вашу новую я, да, вы сможете создать сами себя по-новому, так как я знаю на своем личном опыте, как это тяжело сделать, после разрыва отношений, после развода, после вот этой пустоты, раздавленности, но я также и со своего опыта знаю, что это возможно, и никто этого за нас с вами не сделает, только вы, только сейчас, в этом настоящем моменте, вы можете сделать, вы можете изменить свою жизнь к лучшему, но для этого надо прилагать усилия, для этого надо двигаться вперед, для этого нужно создать для себя вот какую-то как карту, да, своего рода, расписав вот шаги поэтапные, это тоже будет, кстати, тема одного из моих видео, как это сделать, я начинаю увлекаться, в общем так, это видео мы закончили, этапы важные для создания вашего профайла, я вам рассказала, их на самом деле не так много, но им нужно действительно уделить внимание, сконцентрироваться, кстати, тоже вот посмотрите, тоже, что я делала, я заходила на сайты других девушек, и я смотрела, как они описывают свою историю, то, что они хотят встретить, и очень многое я подчеркивала вот именно от них, потому что я видела, как правильно и красиво они это написали, и я считала, что, конечно, да, серьезный мужчина, он обратит вот именно на вот такую вот постановку, да, предложение, внимание, к тому же оно уже было сделано на английском языке, но как бы мой английский на тот момент я уже могла понять, да, вот что они говорят, но написать самостоятельно я бы еще, наверное, так бы не смогла, то есть поэтому мне это очень помогло, вот просто ходить по линкам других девушек, и просто смотреть, как они описывали, что они описывают, даже вот те же самые фотографии, и вы потом увидите разницу, ой, девочки, кстати, еще насчет фотографий, пожалуйста, ни в коем случае не надо выставлять фотографии, скажем так, вот с ваших пляжных отпусков, да, там где видно ваше прекрасное тело, потому что, конечно, мужчина такой более серьезный, он уже автоматически, он уже не будет вас воспринимать вот серьезно, да, возможно, это, конечно, такой какой-то устарелый, ну, принцип, но тем не менее, когда мужчина, который готов вот к созданию семьи, и он видит, что вот женщина так с легкостью на показ, учитывая, что это сайт знакомств, выставляет вот такие свои фотографии, показывая вот все свои достоинства, скажем так, но автоматически он, наверное, не будет уже рассматривать, во всяком случае, вот даже вот мой муж, он так и говорил, что ему еще вот мой сайт понравился тем, что у меня не было там ни одной фотографии, у меня были фотографии с моря, но я там была, ну, вот в платье, да, там фон морской на заднем фоне, да, там море, все, то есть, пожалуйста, вот таких вот фотографий не надо, фотографии все должны быть сдержанные, должны быть, ну, такие вот как, ну, приветственные, конечно, понятно, побольше там улыбочек, потому что мужчины, конечно, это все любят, им очень нравится, вот именно они считывают эту женскую энергетику, они хотят почувствовать вот себя, да, вот увидев женщину, которая вот излучает из себя уверенность, радость, они хотят вот это, они хотят это в свою жизнь, не вот эту конкретную женщину, а вот эти вот чувства, которые она вызывает у него, смотря вот на его фотографию, да, и, то есть, увидев вот фотографию, знаете, как, вот там бывает нам не нравится, как мы улыбаемся, да, на фотографии, значит, надо сделать этих фотографий много и найти одну ту фотографию, где мы нравимся, как мы улыбаемся, потому что вот если все фотографии такие будут вот скучные, вроде бы такие как грустноватые, ну, не знаю, захочет ли мужчина вот продолжать общение, видя, что вот человек не дает ему вот этот вот импульс к радости, все, теперь точно буду заканчивать видео, буду делать потом вам следующее, чтобы рассказать больше и больше, видите, никак не могу остановиться, все, девчонки, пока, пробуйте смотреть сайты, пробуйте, заглядывайте на сайты других девчонок, смотрите, как это делают они, посмотрите, чему вы там можете полезному научиться, если у вас уже есть сайт, но нет успеха, опять-таки, пролистайте другие профайлы других девчонок и посмотрите, возможно, вы уже сразу для себя определите, что вы делаете не так на данный момент, все, девчонки, удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok